Доброго времени суток я вас снова приветствую на своем канале и сегодня у нас обзор вот этих вот двух фигурок. У Мега Конструкс есть серия Heroes и у конкретной линейки Halo есть своя собственная Halo Heroes. На мой взгляд это достаточно интересный концепт где берут двух очень детализированных ну 6 очень детализированных фигурки запускают их в одну серию и сегодня у нас две фигурки из разных серий да к сожалению получилось именно так но это будет первый обзор Halo Heroes на этом канале и я с радостью заявляю то что это мой любимый персонаж и это один из важнейших персонажей из серии Halo. Итак давайте посмотрим быстренько на коробочку коробочка такая более или менее простая у восьмой серии такая голубоватая тематика у девятой желтая тематика хотя коробки сами по себе очень похожи. Сзади у нас нарисованы все остальные фигурки этой же серии и как и здесь мы можем посмотреть у нас здесь есть Мастер Чиф, Доктор Кэтрин Холзи, Протанец Рекрут, Протанец Центурион и Джакл Майнер. У второй же сзади почему-то вместо шестой фигурки опять та же самая фигурка Капитана Кейса Цесса Руфами это персонаж из второй части Halo, Graves Odyssey это из аркадной игры по Halo я точно не помню название это у нас Спартанец Солдат и Спартанец Вормастер ну или Мастер Войны. Ну и перед тем как я их открою я скажу о двух недочетах на этих коробках. На этом почему-то у Эмиля изображен дробовик из первой части Halo хотя у него сам из части Halo предел. Со вторым какая моя проблема изображен магнум из пятой части я думаю вам интересно узнать что это такое это я тоже объясню что такое но внимание будут спойлеры к первой части игры и так давайте что ли открывать их и посмотрим что у нас внутри именно вот так вот эти двое выглядят вне коробки и сразу скажу какой фигурки не хватало на коробке вот этого персонажа не хватало у нас самого Джорджа вот этого спартанца спартанец сам по себе важный тоже из той же части что и вот это и так давайте пройдемся по ним по очереди и начну я пожалуй с моего любимого Эмиля А239 и так я думаю вы уже заметили то что он немножко летает и вот эта деталька она входит в состав всех именно этих подставок насколько я знаю ну по крайней мере вот этой вот серии почему потому что ну можно вот так вот подвесить персонажа как будто бы он находится в крышке на самом деле вот эти вот подставки мне нравится куда больше чем новотипный и так сразу скажу что детализация на нем очень даже хорошая то есть это определенно одна из моих любимых фигурок на данный момент что я про него могу сказать начнем пожалуй мы с его оружия и у него в качестве оружия идет вот такой вот троповик то есть с одной стороны да у меня большая проблема что у меня этих троповиков пруд пруди мне их девать некуда но на этом детализация очень хорошая единственное мне нравится то что немножко сошла краска вот здесь но в принципе троповик выглядит естественно и мне он очень даже нравится и следующий деталь который тут стоит вот такой вот маленький боевой нож и можно было бы сказать то что это ничего страшного но выглядит он очень хорошо и потом этот нож сделали специально для эмилия то есть только у него встречается я больше нигде не видел чтобы использовалась такая деталь то есть еще раз эксклюзивная деталька специально для вот этого персонажа он на мой взгляд это еще лучше показывает только насколько мега конструктс верны своему делу но и давайте перейдем к самому эмилию и опять же на нем у нас как у мега конструктс всегда бывает не сильно много но есть принты то есть принты и здесь да здесь немножко косанулись краской маленькая красная точка косанули но вот это вот на мой взгляд очень хорошая детализация потому что одно дело сделать принт на ровной поверхности другое дело на вот такой вот поверхности где может быть какая-то информация деталей что у мега конструктс получается достаточно часто следующее что вот эту вот рука на нее смотреть одно удовольствие то есть может показаться что да помазали сказкой опять но если присмотреться это не белый а уже серебристый цвет там где не белые полосы что только придает детализации этой фигурки но чего я действительно могу сказать что реально молодцы мега конструктс так это завод нового детализацию print очень хорош на мой взгляд в общем-то фигурка на мой взгляд 10 из 10 ну 9 из 10 5 потому что опять же наплечник сильно очень сильно болтается паре мест краска не попала так хорошо ну и естественно пара мест сделаны не так чтобы реалистично но в принципе фигурка очень хорошая я думаю это одна из лучших фигурок серии hello heroes теперь капитан кейс зачем ему вот та вот палка нужна непонятно но опять же спасибо потому что но дополнительная деталька она пригодится у него такая же красивенькая подставочка с серебристой надписью но сам капитан кейс как вы видите покрыт потопом потоп это инфекция такие космические зомби которые отчасти микроморфы на стероидах и так значит что у него есть у него есть вот эта вот снимающаяся биомасса то там очень хорошо что она снимается потому что данного как а вот резиновая сжимается немножко как картиной но это даже хорошо что она такая хотя я думаю и не хватает дополнительных цветов ну да ладно и так значит сам капитан кейс у него один из лучших принтов которые я когда-либо видел видите быть там можно прочитать что это капитан кейс у него есть разные видали и так далее то есть настолько мелкая детализация и она сделана очень даже хорошо но при этом голова ну такая на среднячок хотя бы пове сделано хорошо и да можно видеть рельеф волос но на мой взгляд самая лучшая в этой фигурке это пистолет в таком-то цвете он выглядит ну лучше некуда если честно я о лучшем пистолете не мог пожелать я не думал то что мне этот пистолет на понравится настолько больше чем все остальное в этой фигурке но он мне понравилось единственный минус который я нашел в этой фигурке это то что у него ремень не покрашен и вот это вот маленькая выпирающая деталька тоже бежевого цвета то есть но может быть да так оно и должно быть я честно говоря не сильно помню но выглядит недоделано ну да ладно в общем эта фигурка на мой взгляд очень даже хорошая прикол в том то чтобы снять и одеть вот биомассы ему даже не приходится снимать голову что вообще лучше нет и так что я могу сказать про эти две фигурки капитан кис однозначно не самый интересный но если смотреть на эту фигурку в плане качества на мой взгляд 10 из 10 то есть однозначно фигурка очень хорошо сделано но не самое желанное не думаю то что кто-то будет бежать сломя голову чтобы получить капитана кииза все-таки персонаж этот хоть и важно для игры но он был всего-то в одной части да и сама его роль была там не сильно большая она значительная было но небольшая с этим же персонажем это один из самых излюбленных персонажей серии поэтому все-таки фигурка на мой взгляд очень такая желанная и хорошо что ее сделали но из-за некоторых проблем с этой фигуркой я ей даю 9 из 10 а в основном спасибо за просмотр увидимся в следующем видео всем пока